Всем привет и добро пожаловать в Dead by Daylight. В Храме Тайн произошло очередное обновление навыков и на этой неделе доступны следующие навыки. Для манов Порча погибель, обучающий навык Ведьма, Железная Дева, обучающий навык Легион, Уникальная Возможность, обучающий навык Кейт Дэнсон и Аптекарь, обучающий навык Кевин Сминт. Это два навыка, соответственно, для Выживших. Два навыка для манов и два навыка для Выживших. Собственно, что у нас есть для мана? Порча погибель, обучающий навык Ведьма. Навык Ведьму вообще открывается за Роджи на Осколке, ее можно открыть и, собственно, прокачать, получить все навыки. Можно купить отдельно какой-то навык, если он вам интересен и кажется, что он вам нужен и подойдет вообще в вашей сборке. И поможет вам выигрывать. Собственно, что же делает сам навык? Порча, влияющий на прогресс починки генераторов у всех Выживших. Порча погибель воздействует на все генераторы. Когда Выживший прекращает чинить генератор, прогресс тут же автоматически начинает снижаться со скоростью составляющей 100% от обычной. В принципе, когда вы прокачиваете навык, там скорость снижения прогресса увеличивается до 150%, по-моему, если я не ошибаюсь. Порча действует, пока не уничтожен соответствующий тотем. Соответственно, тотем выбили, порча пропала. То есть, навык очень ситуативный в зависимости от маны, за которую Вы играете, в зависимости от стиля игры, вашего стиля игры, в зависимости от Выживших, от команды Выживших, на которую Вы попадете. И, собственно, опять же-таки, в зависимости от маны, за которую Вы играете, не обязательно же играть за ведьму, да, используя данный навык. То есть, собственно, в зависимости от того, за кого Вы играете, насколько агрессивно, быстро Вы играете, насколько Вам повезло вообще найти кого-то в самом начале матча и так далее. То есть, грубо говоря, как лягут карты, как разыграется матч, собственно, довольно-таки ситуативный навык, но в целом очень неплохой. Потому что, если Вы гоняете сурвов, и они перестают чинить гены, в принципе, это неплохо, потому что прогресс снижается довольно-таки быстро, и Вы, может быть, кого-то догоните в то время, пока они, собственно, бросили ген, и они не успеют его зачинить. Ну, не знаю, в общем, навык на самом деле ситуативный, и, честно сказать, я с порчами вообще не очень играю, потому что порчи выпиливаются очень быстро. То есть, если команда серьезная, то Ваш Тотем долго не стоят. Поэтому лучше, конечно, использовать какие-нибудь навыки, которые нельзя, скажем так, которые у Вас сурвы не могут отобрать во время матча. Ну, это мое видение, мое мнение, я за, как бы, манов не очень много играю, но в последнее время играю за Фредика, играю за Доктора, играю за Майкла, и, в принципе, у меня другие навыки, я не пользуюсь навыком порча погибель. Железная Дева. Железную Деву я использую. Использую ее на разных манах. В принципе, вообще, если Вы заметите, ее использует довольно-таки большое количество игроков. Это очень интересный, очень популярный перк. Что же он дает? Вы открываете шкафчики на 30% быстрее. Вылезающие из шкафчиков выжившие получают эффект уязвимости на 30 секунд. Они кричат, раскрывая свое местоположение на 4 секунды. То есть, грубо говоря, во-первых, они... Ну, то есть, Вам дается дополнительная информация, когда Вы прокачаете этот навык. Соответственно, Вы будете открывать шкафчики, по-моему, быстрее. Плюс вылезающие получают уязвимость не на 30 секунд, а уже там на 40, 50 или 60 секунд. То есть, ну и, соответственно, местоположение открывается, по-моему, не на 4, а уже на 5 или 6 секунд. Не суть важна. Главное, что даже при непрокачанном перке, это уже дополнительная информация, которую Вы получаете, ну, собственно, на карте, да. И Вы уже можете сориентироваться, что дальше делать. Плюс, суровы не будут, собственно, лазить в шкафчики, не будут прятаться в шкафчиках, а будут стараться избегать залезания в шкафчик и прятаться где-то еще. Поэтому, в принципе, навык довольно-таки интересный, отпугивающий суровов от шкафчиков. Правда, не всех. Кто-то будет, наоборот, специально туда залезать, чтобы отвлечь Ваше внимание. Но в большинстве случаев, по крайней мере, со средними игроками, этот перк, эти бойцы с новичками, этот перк прям вообще отличный-отличный. Стоп игроками, да, тоже будет ситуативным, но как знать. По крайней мере, они не будут Вас булить. Например, если Вы будете, ну, если у них будут навыки такие, типа, напролом, да, то они не будут особо вообще его использовать, потому что, в принципе, Вы можете его положить, когда они выпрыгнут из шкафчика, напугают Вас, застанет. Но Вы их можете догнать и положить. То есть, грубо говоря, зачем страдать такой ерундой, ну, если они, конечно, не суперманстеры. На мой взгляд, данный навык очень интересен, полезен, причем на абсолютно вообще разных манов. Все зависит от Вашего умения, воображения, стиля игры и, собственно, в совокупности с другими перками, как это все будет себя показывать. Что ж, перейдем к Выжившим. Уникальная возможность, обучающая навык Кейт Дэнсон. Открывает способность чтения ауры, ауры досок, разрушаемых стен и препятствий, через которые можно перепрыгнуть, видны Вам, когда Вы находитесь в пределах 24 метров от них. Ну, классный навык, на самом деле, но, опять же-таки, все зависит от остальных Ваших навыков, которыми Вы пользуетесь и от Вашего стиля игры. Если Вы Супер Мансер, в принципе, это, наверное, один из очень необходимых, один из самых необходимых навыков. Если Вы не Супер Мансер, то, возможно, Вам этот навык даже вообще не нужен. Плюс, опять же, когда Вы играете против Фредика, полезно, или когда Вы играете против Трапера, я могу ошибаться, по-моему, он показывает Трапы. Я могу ошибаться, конечно. Вот, поэтому против Фредика это удобно, потому что Вы видите, где нормальные палетки, где ненормальные палетки. То есть, это, в принципе, очень полезно. Так что, навык, опять же-таки, он ситуативный, в зависимости от мана, против которого Вы играете, в зависимости от стиля игры маны, в зависимости от карты, где можно вообще бегать, где есть там огромное количество различного рода препятствий, оконных проемов и так далее. А где вообще туговато со всем этим, и где особо бегать негде. Ну, прыгать. Бегать и прыгать особо негде. С другой стороны, на всех картах есть довольно-таки приличное количество препятствий, палетки и всего остального. Опять же-таки, против какого мэна играете, если это не Фредик, то, в принципе, нет дополнительного преимущества, потому что против Фредика, опять же-таки, если Вы видите палетки, какая нормальная, какая ненормальная, это довольно-таки приятно, и Вы не будете зря тратить скорость, время на то, чтобы скинуть несуществующую палетку. Ну, и опять же-таки, Вы будете видеть палетки, например, Вы бежите куда-то, смотрите, Вы хотели побежать в какую-то одну сторону, а смотрите, у Вас там палеточка есть, не скинули еще палеточку, где-то в другой стороне, Вы можете свернуть быстренько в другую сторону и воспользоваться возможностью оглушить, застанеть мана. Так что, на мой взгляд, если Вы все-таки бегаете, хоть как-то бедно, но бегаете, то довольно-таки интересный и полезный навык. Что же касается навыка аптекаря Квентина Смита. У Вас талант находить лекарства, Вы открываете сундуки на 40% быстрее, при этом радиус звука и слышимости этого действия сокращены на 8 метров. Навык аптекаря гарантирует нахождение аптечки первой помощи в первом открытом сундуке. Мне кажется, проще с собой аптечку взять, нежели тратить ячейку навыка на данный, собственно, навык. По-моему, он абсолютно бесполезен и вообще никаким образом особо не помогает. Во-первых, Вам нужно найти сундук. Во-вторых, нужно, чтобы этот сундук не был открыт до Вас, потому что, ну, собственно, иногда бывает, что начинается матч, а там какая-нибудь Фэнк пробежит и все сундуки откроют, иные еще какая-нибудь пробегут, все сундуки откроют и все тотемы очистят. То есть, грубо говоря, данный навык Вам вообще может не пригодиться. То есть, Вам нужно, во-первых, найти сундук, открыть его, получите аптечку, плюс быстро откроете сундук, это здорово. Можете его даже открыть где-нибудь, находясь в хижине, в подвале, или где-нибудь еще в подвале, когда манна наверху бегает. Но смысл, если у Вас будет аптечка, а у мана, например, не будет там Франклина, но у Вас будет аптечка, и все, и все будет классно. Вы полечитесь, Вам не надо будет бегать и искать сундук для того, чтобы его открыть. Поэтому, на мой взгляд, данный навык какой-то вообще абсолютно бесполезный. В общем-то, и все, все, что есть у нас на этой неделе. Из всего, что у нас есть на этой неделе, самые классные навыки. Это Железная Дева, прям абсолютно вообще классный навык. Очень интересный, полезный. И уникальная возможность, довольно-таки интересный и хороший навык. Порча погибли ситуативно, иногда может очень сильно выручить, иногда вообще прям никак не поможет. Опять же, в совокупности, работает в совокупности с другими навыками. То есть, все зависит от того, какой набор Вы себе собрали, с чем Вы играете. И аптека, на мой взгляд, вообще абсолютно бесполезный навык. Да, хорошо, Вы найдете аптечку в первом же сундучке. Но, во-первых, будет ли он открыт или закрыт? Найдете Вы этот сундук или не найдете? Ну, добежите Вы до него, не добежите. Ну, в общем, короче, много, а есть ли, а получится ли и так далее. Поэтому, на мой взгляд, данный навык абсолютно бестолковый и ненужный. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в Тумане. Всем пока.